конец 19 века в принципе все они конец 19 века все а а а а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Вот он, форт номер пять. Из него сделали мемориальный комплекс в памяти погибшим, соответственно, при взятии тюни-эксперту о скорой мировой войне. Субтитры сделал DimaTorzok Это не про Первую мировую, а именно про Великую Отечественную. Фонарик не нужен. Но, с другой стороны, есть смутные сомнения, что полазить здесь по каким-то лестницам, катакомбам и прочего не получится. Я имею ввиду по темным каким-то помещениям. Напольный компонент. Да. Дальше... Дальше-то и прохода нету. Все равно закрыто. Как я и говорил, маршевая лестница на второй этаж. Лестница где-то там. А туда все закрыто. Второй этаж есть. И даже третий есть. Нашли какой-то узкий проход. Который непонятно куда ведет. Не, это мы там были. Может и не были. Что-то нашли. На первом этаже. Вода. Все. Замуровали демоны. Заложено. Расходный пороховой погреб. Каземат. Камера узников. Не, я был не прав. Сказал, что здесь... Нет, на второй этаж не подняться. Вот, пожалуйста, нашли лестницу. Угу. И на третий этаж. Она есть. Да, на втором этаже, правда, ничего нету. А уж на третьем, да, там выход. Сейчас пойдем на третий этаж. Здорово. Ага. Угу. Казематированный траверс. Вот это как называется. Ага. Это, который мы вчера чуть не упадем. Да. А, ну выход на свое место. Самый верх этих катакомб. Можно даже еще выше подняться. Самый-самый верх. И посмотреть, как отсюда этот бастион выглядит. Вот. Вот оно как выглядит. Небольшой. По сравнению с первым, который Штайн называется, ну, вообще небольшой. Здесь единственный плюс, что везде есть таблички, чтобы было понятно, что это. Вот это, допустим, это центральный наблюдательный пункт. Ров с водой. Ну, естественно. Это у нас, получается, бастион. Он находится где-то на северо-западе. То есть, вот куда сейчас камера смотрит, это северо-западное направление. Да, и вот его он как раз и защищал. Так. Пока гуляем здесь по территории, хотел остановиться на таком вопросе. Наверное, многим интересно, насколько эти бастионы, они вообще далеко от центра Калининграда расположены. И как сюда добираться? Ну, значит, расположены они недалеко. То есть, в принципе, самый дальний из них, это где-то порядка, наверное, 10 километров. Самый ближний, это в районе 6 километров. Это я говорю про самый-самый центр. Откуда вот мы, например, ездим, где мы живем, это рядом с музеем океанографии. Как наш практик показывает, за один день, в принципе, 4-5 таких бастионов, фортов посетить, да, даже включая заброшенные, ну, более, более чем реально. Поэтому, если вы также хотите их по максимуму, то в этом случае лучше брать машину на прокат. И, конечно, получится значительно дешевле. Потому что, ну, грубо говоря, один переезд, если на такси, вам обойдется это где-то 400-450 рублей. Ну, вот, соответственно, считайте, да, если 5 штук, переезд туда-обратный и между ними. По-любому больше 2000 получается. А так, машину на прокат взял. Самые дешевые можно найти там за 1800 на механике. И катайся себе на здоровье. Тем более, не факт, что к заброшенным бастионам такси поедут в принципе. Это вот вкратце, что касается передвижения между ними, да, и вообще, как их поездить, посмотреть. Ну, и также все они есть и на Яндекс-картах, и на Гугл-картах. Поэтому, пожалуйста, забивайте. Форт номер такой-то, и все. И маршрут построен. В отличие же от всех прочих, в этом бастионе есть еще выставка военной техники. По сторонам от главного входа. Слева и справа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Касса есть, да На входе еще обязали прочитать инструкцию по безопасности и расписаться И тоже выдают фонарики Это центральная паттерна Лестница вниз Мы пойдем сначала До конца И спустимся в погреб ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подземный тоннель И тут мне, честно говоря, напоминает Что-то мне это напоминает В общем, это что-то среднее Между Кучи И пирамидой Хеопса Только в пирамиде Хеопса Это шло наверх Гдеокад А тут он идет вниз Г parceюр Г which of others Между ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот он Загнутый вниз Ну и наверху, собственно говоря, вон они такие же Здесь пока рва с водой не наблюдаем Может быть он есть, может быть нету, может быть только был В общем, внешний пояс укреплений Включаем свет И полезли наверх ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, где Самый последний пункт Последний, десятый Там наверх Не подняться А наверх получается Подниматься Это надо Не доходя до него То есть, вот мы сейчас идем по подземному Туннелю обратно Получается, вот сейчас мы поднимемся по лестнице Ну, это может как к входу ближе идем И вот, соответственно, где свет Там сейчас Будем искать Выход наверх Вот И, собственно говоря Что-то где-то должно быть здесь Вот они Нашли Короче, не погружаясь в подземелье Вот они по бокам Две винтовые лестницы Одна справа Другая слева И где-то есть еще маршевая Ну Ну да, здесь ничего особо интересного Не варится По крайней мере Хотя бы хоть что-то нашли Пошли смотреть Ну да Лестница такая С дырками в полу Не то, чтобы сильно стрёмно Но Эти тырки, как они по правильному называются Какие-то там траверсы Это второй, получается, этаж был И Идем На Третий этаж Ну, здесь уже светло достаточно И это у нас как раз Центральный наблюдательный пост Центральный наблюдательный пост Да, вот он какой Бронеколпак Бронеплита Смотровые, да Эти Амбразуры Это стена Где мы выходили На улицу С противо этим наступательным Забором Вон она Внешняя Имеется в виду А вот здесь вот, да Вот он Центральный пункт наблюдения Знаете, зачем здесь пластиковые окна И что это вообще застройка, как оказалось? Так вот Будет здесь пятизвездочный отель Поэтому Если кто этот хочет Форд посмотреть Пока он еще отелем не стал И пока можно, да Его посмотреть именно как Форд То Бегите быстрей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok